Девушки отдыхают Девушки отдыхают В течение последующих двух дней в Скандинавии было зарегистрировано стократное увеличение радиационного фона. В Шотландии прошли радиоактивные дожди. 28 апреля в Советский Госкомитет по атомной энергии по линии МИД поступил тревожный запрос. Ответ был категоричный. Все нормально. Но в это самое время в районе Чернобыльской АЭС шла лихорадочная работа. И первые дни самое страшное, что мы боялись, это атомного взрыва. Потому что многое мы не понимали. И многие ученые не совсем понимали. Температура внутри реактора неуклонно повышалась. Расчеты показывают, что при достижении 2800 градусов произойдет расплавление всех металлических элементов. Расплавленная масса попадет в бассейн, находящийся уровнем ниже. И пройдет водоносный слой. Если бы она дошла до воды, то паровой взрыв, и через несколько секунд там ничего не осталось бы. И кусков бы не осталось. Ученые просчитали, чтобы не допустить катастрофы, необходимы полторы тысячи тонн свинца, 25 железнодорожных вагонов. Но на деле оказалось, что свинца требуется в три раза больше, что составляло около четверти всей годовой добычи СССР. Значит, я вам скажу, как во время войны по зеленой улице в считанные часы с района откуда Казахстан или откуда, вот эти все свинцовые болванки были доставлены в район, перегружены с железнодорожной станции на транспорт и завезены в район аварии. В кратчайшие сроки ядерный пожар был локализован. Вот такая обычная свинцовая болванка спасла от ядерного взрыва Украину, Белоруссию и еще половину Европы. Вопрос был только в том, чтобы 4000 тонн таких болванок оказались в нужное время, в нужном месте. В государственных резервах России и сегодня есть не только необходимые запасы свинца, но и тушенка, автомашины и даже мосты через все самые крупные реки страны. Всего около 10 тысяч наименований полезных предметов. Государственные резервы тайны за семью печатями в любой стране. Но сегодня вы впервые побываете на сверхсекретных объектах Госрезерва, которые находятся на глубине более 100 метров под землей. Сколько в стране запасов знают только два человека – президент России, верховный главнокомандующий и руководитель Росрезерва. Но не секрет, что наличие или отсутствие резервов может стать решающим фактором, например, в мировой войне. О роли государственных резервов в гибели империи и возрождении целых стран смотрите в нашем фильме «Сокрушительный резерв». Сокрушительный резерв В начало 20 века рубль был самой надежной мировой валютой. Экономика России крепла. Вооруженные силы получили новое вооружение и боеприпасы. Ошибки русско-турецкой войны, казалось, были учтены. Российская империя заручилась дружбой с Китаем и установила протекторат над Кореей. Но политика России на Дальнем Востоке затрагивала интересы США и Англии, которые стали поддерживать Японию в конфронтации с Россией. Очередная война становилась неизбежной. Когда японцы увидели, что российский капитал проникает в их интересы, они, собственно, и вот развязали эту войну. Что касается резервов. Россия была не готова к этой войне. Она недооценивала такое островное государство маленькое. Для обеспечения войск на Дальнем Востоке было завершено строительство Транссибы. Полярная экспедиция Эдуарда Толя была брошена на поиски угля для потребностей Тихоокеанского флота. Но все оказалось напрасно. План перевооружения не был выполнен. Экспедиция Толя пропала без вести. Продовольствия на Дальнем Востоке не хватало. 26 января 1904 года японский флот без объявления войны атаковал порт Артурскую эскадру. Началась русско-японская война, в результате которой Россия потеряла половину Сахалина. Флот, престиж и чуть не потеряла корону. Секретно. Сэндепу. 15 января 1905 года. Командующему 2-й армией генералу Гриппенбергу Оскару Фердинанду. Снизить нормы ежедневного довольствия по мясу с фунтовой на полуфунтовую дачу. В ответ на исходящий запрос о заказе 300 тысяч пудов муки и 120 тысяч комплектов белья, сообщая о практической невозможности поставки. Главнокомандующий армией на Дальнем Востоке генерал-адъютант Куропаткин. Материальное обеспечение русской армии было удручающе. Солдаты не имели даже постельных принадлежностей. Только в период с 1906 года в ротах стали появляться матрасы, набитые соломой и подушки. Не хватало патронов. В конце 1912 года была начата разработка большой программы по перевооружению армии, которая подразумевала также создание запасов для обеспечения трехмесячной потребности армии, а на Дальнем Востоке годовой потребности. Осуществление большой программы намечалось в период до 1918 года. 17 июля 1914 года экстренное издание немецкой газеты «Локал Ансегер» сообщило о мобилизации германской армии. Это стало последней каплей в напряженной переписке глав России и Германии по поводу австро-сербского конфликта. Тем же вечером последовал указ о мобилизации русской армии. Но немецкая газета была участником грубой провокации. Немцы мобилизацию не проводили. Им нужен был повод к войне. Давайте вспомним Кирсновского. Это известный российский историк. Вы знаете, как он, характеризуя западного врага России, так писал? «Имя ему было и остается немец. Враг упорный и беспощадный, хитрый и бездушный, коварный и бесчестный». История свидетельствует, что чьей Германии всегда нужны были российские территории, ее лес и ее хлеб. В те годы руководство русской армии было под влиянием концепции скоротечной войны. Председатель комиссии по моделизационным запасам поливанов утверждал, что будущая война будет молниеносной и продлится 4-6 месяцев, так как скоро наступит полное истощение воюющих сторон, и они обратятся к мирному соглашению. Первая мировая война длилась 4 года и вызвала небывалый скачок в развитии военной и технической мысли. Появилось ручное автоматическое оружие, автомат, новые средства введения войны – танки и бомбардировщики, первое оружие массового поражения – газ. Однако две империи пали не от этого. Недостаток запасов продовольствия стал роковым фактором в судьбе России и Германии. Уже в начале войны Англия и Франция стали использовать против Германии неожиданное оружие – голод. Для этого целые области подвергались военной блокаде. Это противоречило Конвенции о беспрепятственном ввозе продовольствия в воюющие страны. Но результат был очевиден – запасы Германии стремительно таяли. Капитуляция была вопросом времени. В России продовольственные запасы тоже подходили к концу. Потребности в чугуне и цветных металлах удовлетворялись едва ли на четверть. Недостающее довольствие приобреталось за границей, за золото. Кроме оружия и патронов, у союзников закупали топоры, кирки, конскую сбрую и даже мешки. Все зачастую негодного качества и по завышенным ценам. Есть протоколы заседания, и я их видел, они в подлинном виде совещания этого. Там было так и записано. Рекомендовать всем войсковым командирам, начальникам организовывать сбор хлеба путем выделения специальных команд, реквизицией. Иностранные агенты тут же стали распространять панические слухи, что спровоцировало просто ажиотажный спрос на хлеб. Для сдерживания социальных волнений в России стали выдавать населению армейские пайки. Но на два фронта, военный и гражданский, запасов уже не хватило. К 1916 году резервы и запасы армейские и флотские были истощены. А когда наступил голод в армии, и при начальнике штаба, главного штаба российских войск, было создано совещание с участием министра, в том числе и министра, подовольствия, тот заявил, что Минпрод запасов не имеет. В стране грянула февральская революция, потом октябрьская, и к власти пришли большевики, обещая мир народам, хлеб голодным. Вскоре в России начался голод и беспощадная гражданская война. Так российские запасы стали резервами профессиональных революционеров для подготовки мировой революции. Мука? Крупчатка. А там что? Потом сахарокс. Господин Голосков, да вы кто? Власть или не власть? Власть, власть! Тогда я именем революции. В экстренном порядке из России вывозились национализированные сокровища, а также древесина, зерно, пушнина, кожа, масло, уголь, нефть, золото, сухофрукты. Семена подсолнуха. Абсолютно все, что имело малейшую ценность. Экономические отношения в России свелись к натуральному хозяйству. Это делалось во имя мировой революции, которая, впрочем, так и не произошла. В 1926 году советское правительство решает создать государственный хлебный фонд. Уже год спустя решением Совета труда и обороны создается мобилизационный фонд пшеницы и ржи. Все остальные отрасли народного хозяйства зависели целиком от заграничных поставок. В условиях индустриализации такое положение было просто неприемлемым. 17 октября 1931 года был образован Комитет резервов при Совете труда и обороны, который впервые за российскую историю объединил резервы в единый кулак. Словно спохватившись, советское правительство стало создавать свои материальные запасы. Алмазы, каучук и молибден должны были обеспечивать годовую потребность промышленности. Медь и свинец – полугодовую, хлеб и фураж – четырехмесячную. Хром, спирт, топливо и продовольствие – трехмесячную. Такие сроки были продиктованы простыми расчетами. Чем труднее достать материалы, тем больше должны быть их запасы. Если в России и существовали закрома Родины, то это были именно они. Система госрезерва была под неусыпным контролем НКВД, а заместителем руководителя Комитета госрезервов был сам хозяин Лубянки Генрих Ягода, который, впрочем, был вскоре разоблачен как немецкий шпион. Давая признательные показания, Ягода утверждал, что Германия имеет виды на российские запасы. Совершенно секретно. Протокол допроса номер 7 от 26 мая 1937 года – Ягода. Вопрос. На каких условиях были достигнуты соглашения с немцами? Ответ. Было два варианта соглашения. Если центр заговора приходит к власти самостоятельно без помощи немцев, при первом варианте речь шла о предоставлении Германии права на долголетние концессии источников химического сырья. Допрос вел начальник 4-го отдела, лейтенант госбезопасности Лерна. Потребности оборонных предприятий в химическом сырье были огромны. Стремительное развитие наукоемких отраслей выдвигало к запасам новые требования. По решению Полетбюро, недостающие материалы закупались за границей. Я не помню сейчас, в каком году Сталин так охарактеризовал. В современных условиях победа на той стороне, у кого больше дивизий, у кого больше средств, у кого выдержит промышленность. Поэтому так и получилось, что мы смогли победить. Мало кто знает, что пакт Молотова-Риббентропа 1939 года имел для СССР очень важное экономическое значение. После его подписания из Германии в Советскую Россию отправились эшелоны с прицелами для самолетов и подводных лодок. Точные немецкие станки, производство которых в СССР еще не было освоено. Дело в том, что в Советском Союзе начиналась программа по перевооружению армии, и такие поставки имели важнейшее значение. Все эти запасы немедленно направлялись в хранилище Госрезерва. Так, для нужд авиации планировалась поставка из Германии 30 тысяч тонн алюминия, необходимого для производства новейших самолетов. Казалось, время до войны еще есть. Секретно. 3 июня 1941 года. Москва. Наркома НКВД Лаврентию Берии. Из аналитической справки НКВД. По данным на май 1941 года, заготовление шкур для зимних полушубков, печей буржуик, машинного масла зимнего не происходит. Массовое изготовление средств ведения войны в зимних условиях не производится, что в целом свидетельствует о неготовности немецких войск к ведению войны на восточном направлении. Иностранный отдел НКВД СССР Теперь главное свалить вину на другую сторону. В 1914 году это было сделано из рук вон плохо. Эта фраза, сказанная Гитлером накануне войны, стала известна лишь много лет спустя. Несмотря на все ухищрения фюрера и западных держав, им не удалось спровоцировать мобилизацию русской армии и изобразить себя жертвой. Впрочем, это не помешало Гитлеру утверждать, что он якобы защищался от советской агрессии. Увы, целое поколение историков не стесняется повторять эту гитлеровскую ложь. Но факты упрямая вещь. 22 июня 1941 года застигла страну в стадии перевооружения армии и флота и создания необходимых резервов. Так, например, нехватка алюминия привела к тому, что крылья лучшего истребителя Второй мировой войны Як-3 были фанерными. Но, тем не менее, определенные запасы продуктов и необходимых материалов у Советского Союза все же были. И именно они сыграли ключевую роль в первые месяцы войны. Из архивов Рейха стало известно, что задолго до вероломного нападения на территорию Советской России были выброшены сотни диверсантов. Для них в списках первоочередных задач было выявление объектов Государственного резерва. 8 сентября 1941 года в Ленинграде запылали Бадаевские склады. Город остался без сахара и множества других продуктов, что стало роковым фактором в жизни сотен тысяч человек. Под Ленинградом что? Трудности были. 400 грамм хлеба солдатам, рабочим 200, служащим 125. Это было тяжелое время. Ленинград был взят плотное кольцо гитлеровских войск и остался без самого необходимого на три года. У меня в это время, во время блокады, умер дядя, умерла тетя. Могилу моей мамы запахали во время битвы на Волковом кладбище. То есть я не нашла никого, ни мертвых, ни живых. Единственной ниточкой, которая связывала непокоренный город с большой землей, была дорога жизни. По ней день и ночь под обстрелом шли машины с продуктами из государственных резервов. Планируя войну с Советской Россией как молниеносную, Гитлер серьезно просчитался. Поразительная стойкость русской армии смешала все его планы. Резервы обеспечивали потребности Советской армии, в то время, когда немецкие солдаты оказались лицом к лицу с холодом, голодом и недостатком боеприпасов. Когда немецкое наступление под Москвой захлебнулось, ведь был издан приказ Гитлера собирать у население. И отбирали все. И по берлинскому радио было передан приказ Гитлера. Тот, кто сопротивляется и не отдает немецким солдатам при теплой обмундировании, того расстреливают на месте. Война затягивалась. Потребности немецкой армии стремительно росли. Но уже начиная с сентября 1941 года, для реализации первостепенных программ Рейха выделялась лишь треть от необходимого количества горючего. А с 1942 года одна шестая часть. Гитлеру требовались новые нефтяные источники. Советы уже в следующее лето будут разгромлены. Я намереваюсь пока в центре фронта не проводить больше наступательных операций. Моей целью будет наступление на Южном фронте. Я решил сосредоточить все основные силы и предпринять удар в направлении Кавказа. Это направление важнейшее. Нужно выйти к Кавказской нефти. Ключом к бакинской нефти стал Сталинград. Удержать его советским войскам было необходимо любыми средствами. В такой напряженной обстановке требовалась материальная помощь союзникам. 5 июля 1942 года конвой ПК-17 с ленд-лизовскими грузами стали один за другим оставлять корабли охранения. По приказу британского адмиралтейства весь эскорт, грозная сила из почти 50 боевых кораблей, неожиданно отправилась на охоту за немецким линкором Тирпиц. Немецкие подводные лодки и авиация буквально растерзали брошенный конвой. До Архангельска дошло 11 транспортных кораблей из 35. Совершенно секретно. 18 июля 1942 года. Москва. Господину Иосифу Сталину. Я должен объяснить опасности и трудности этих операций с конвоями. Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом там, где он может подвергнуться нападению немецких самолетов. Уинстон, Черчилль. Повод для прекращения поставок был найден. В результате за все время Сталинградской битвы в СССР пришли всего 5 кораблей с ленд-лизовскими грузами. Англия сама нуждалась в резервах, которые были необходимы для обеспечения операций «Пакел» 1942 года по высадке десанта в Северную Африку. Десятки, сотни тысяч советских людей отдают свои жизни в борьбе с фашизмом. А Черчилль торгуется из-за двух десятков харрикенов. Эти слова Сталина подвели итог первых двух лет войны. По мере успешного продвижения советских войск на Запад росла материальная помощь союзников. Но долгожданный второй фронт все еще не был открыт. Возможно, эту умедлительность объясняют слова Трумэна, сказанные в начале войны. Что если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны помогать России. А если вверх будет одерживать Россия, мы должны помогать Германии. Но если бы в 1943 году союзники отрезали Германию от месторождений хрома на Балканах и в Турции, то война закончилась бы ровно через 10 месяцев, когда иссякли бы последние немецкие запасы хрома, предназначенного для производства танковой брони. В 1943 году солдаты жаловались на недостаток автоматического оружия, снарядов, продуктов питания. Но это были немецкие солдаты. СССР учел все ошибки 1914 года. Накопленных до войны резервов хватило, чтобы экономика Советской России встала на военные рельсы, в то время, когда в Германии резервы расходовались на завершение грандиозного строительства новой резиденции Гитлера. Для формирования резервов приходилось использовать и знаменитую русскую смекалку. Выполняя указания Сталина о создании запасов нефти на Урале, инженеры использовали нестандартный ход. В лощинах и оврагах были сооружены специальные дамбы, и к ним была подведена железнодорожная колея. Днем и ночью прибывали эшелоны с цистернами, из которых нефть сливалась в эти импровизированные нефтехранилища и хранилась под открытым небом. Такие хранилища стали ключевыми во время сражения на Курской дуге. Германия тоже лихорадочно искала нефтяные ресурсы. Секретно. 7 июля 1943 года. Москва. Наркому НКВД Лаврентию Берий. Из аналитической справки НКВД. Рокфеллеровская нефтяная корпорация «Стандарт Оил» по линии немецкого концерна «Фарден Индустрии» продала фашистской Германии бензина и смазочных материалов на 20 миллионов долларов. Венесуэльский филиал «Стандарт Оил» ежемесячно отправляет в Германию 13 тысяч тонн нефти. Иностранный отдел НКВД СССР. Летом 1943 года прекращение импорта вольфрама из Португалии в Германию поставило под угрозу производство бронебойных снарядов. Немецкие запасы были уже исчерпаны. Министр вооружения Германии Альберт Шпеер распорядился использовать в качестве заменителя вольфрама урановое сырье. Весь уран был передан на военные заводы. При таких обстоятельствах атомная программа Рейха перестала осуществляться. Окончательная победа над фашизмом весной 1945 года позволила советскому народу сосредоточиться на восстановлении страны. За четыре года войны полностью или частично было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень. 25 миллионов человек остались без крова. По снисходительным оценкам западных экономистов, экономика СССР могла возродиться только к концу 50-х годов. Более 2200 магазинов работает в Ленинграде. Из них свыше 300 открыто в последнее время. И в этих магазинах есть все, что выпускает наша пищевая промышленность. Но уже через три года СССР опроверг предположения западных аналитиков. В ночь на 1 января 1948 года в Советской России были отменены продовольственные карточки. Госрезервы сообщили, что они готовы выполнить решение о массовой поставке продовольствия с тем, чтобы вывести жизнь страны на действительно медные и нормальные посетения. А решение, естественно, принимало правительство. Это позволило частично оценить грандиозные возможности Госрезервов СССР, которые способствовали тому, что единовременно были накормлены 200 миллионов человек. Вот этот день я помню очень хорошо. Очень хорошо. Мы когда получили первую стипендию, я еще тогда училась в институте, и мы пошли, купили белого хлеба, ситного. Это было вообще упоение. И конфеты. И вот ели целый день. Это было великолепно. Система государственных резервов использовалась для восстановления разрушенного хозяйства не только союзных республик, но и Болгарии, Чехословакии, Польши, Литвы, Молдавии, Эстонии и Германии. Зачастую даже в ущерб советским гражданам. Мне приходилось очень много ездить по заводам и там, и здесь. Но вот потом, когда я бывала уже на Западе, там заводы были отстроены. Прекрасно. Это было уже в 50-м, там 55-м, 57-м году, вот в такие годы. А в Сибири там все, как было до войны, так и осталось. В то время. Заводы были очень запущены. На них уже, видимо, не хватило денег. В период постепенного роста благосостояния советских граждан Государственный резерв продолжал выполнять ключевую роль в экономике страны. Но простые люди об этом даже и не подозревали. Государственные резервы оставались самой закрытой государственной структурой. Наступает весна. Период отдыха массово. С Дальнего Востока, с Восточной Сибири, с Сахалина, с Камчатки. Надо отвезти десятки тысяч, а то и сотни отдыхающих на юг. В Сочи, в Краснодар. И для этого нашей авиации надо было дать авиационный керосин, значит, другие материалы из госрезерва. В период нагнетания холодной войны материальные резервы вновь приобрели особое значение. И вот сколачивается агрессивный военный блок. Организация Североатлантического договора. Или НАТО. Бог его знает, а если война какая-то. Слава Богу, мы, как говорят, испытали. Мы знаем, что такое неподготовлено по-настоящему страна, когда не хватает, и этого не хватает другого. Поэтому для меня, как главы правительства, госрезерв это вопрос номер один был. Скоротечность ядерного конфликта и его глобальные последствия предъявляли новые требования к четкости, слаженности и оперативности доставки грузов. В печати появлялись многочисленные статьи, которые еще больше подчеркивали роль госрезервов в возможной войне. Вестник Академии наук СССР. Февраль 1984 года. После обмена ядерными ударами на планете Земля наступит ядерная зима продолжительностью до одного года. Погибнут почти все птицы и млекопитающие и более половины населения. Владимир Александров, Никита Моисеев. Несмотря на шокирующие прогнозы, никто не мог дать гарантию, что война не начнется. И что для миллионов людей не понадобится убежище с достаточными запасами, способные выдержать многомесячную осаду радиацией, холодом и эпидемиями. Роль государственных резервов становилась всеобъемлющей. Вот он, значит, прежние умыли. Да, да. Ну, условно назовем Ивановым. Да, товарищ Иванов, плохо, плохо. Вы руководите. Что я хочу вам сказать, товарищ Иванов. Если начнется война, мы вас, как председателя Госкомрезерва, у кого хранятся все резервы нашей страны, мы вас расстреливать не будем. Мы вас повесим. Вот дословно. Мы вас просто повесим. Вы все поняли? Кто-то понял. Вот идите. Святая святых государственная кладовая расположена глубоко под землей, на глубине более 100 метров. Попасть сюда можно по стволу в шахте в специальной клетике, которая, по сути, является обыкновенным лифтом. Теперь в запасе было все, начиная от гвоздей кастрюль до санитарных поездов, оборудований и продуктов питания, необходимых для обеспечения потребности миллионов человек. В хранилище, которое находится в бывшей горной выработке, поддерживается постоянная влажность и температура плюс 10 градусов. Это обеспечивает сохранность сахара в течение 12 лет. Объекты государственных резервов теперь размещались таким образом, чтобы максимально снизить воздействие ударной волны и радиации в случае ядерного взрыва. Огромные стальные переборки весом 7 тонн, как на подводной лодке, обеспечивают сохранность стратегических запасов в случае затопления или воздействия других внешних факторов. Глубоко в Сибири стали появляться сверхсекретные объекты, которые до сих пор категорически закрыты для посещения. Впервые мы вам показываем оголовок подземной емкости Росрезерва. Под нами на более чем километровой глубине находится резервуар, сопоставимый по объему со спортивным комплексом Лужники. Постоянное давление хранения 240 атмосфер. Если случайно мы откроем этот вентиль, то получим фонтан высотой более 520 метров. Гигантские хранилища были созданы в соляных отложениях и могут выдержать прямое попадание самой тяжелой бетонобойной авиабомбы и ударную волну ядерного взрыва. 7 декабря 1988 года Армения испытала страшный удар, сравнимый с ядерной атакой. Сибирь, это страшная штука. И вот если посмотреть по телевизору, как было в Хиросиме и Нагасаке, то примерно такая картина. Землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера стерло с лица земли город Спитак и основательно разрушило города Ленинакан, Степанован, Кировакан. Если бы не было госрезерва, мы еще не знаем, что было бы с народом. Дело в том, что это все считает Армения, там абрикосы только зреют до персики. А на самом деле в горах, где это произошло, землетрясение, Спитакет, Гюмри или Ленинакан раньше назывался, там же морозы по 25-30 градусов были в декабре месяц. Погибло около 25 тысяч человек. Более полумиллиона людей лишились крова. Всего в зоне поражения проживали 1 миллион 100 тысяч человек. Около трети населения республики. Из госрезерва СССР были выделены палатки, топливо, консервы, медикаменты. Сотни автомобилей, кранов, экскаваторов, передвижные электростанции. Все люди, пострадавшие от землетрясения, поселялись во временные жилища и обеспечивались всем необходимым. Даже школы были в палатках. Вот я приезжал, заходишь, палатки соединены между собой. Первый – Б класс, второй – А. И вот ходишь, значит, они соединены, палатки. И, значит, ребята сидят, занимаются. Даже буржуйки были у вас в резерве, вот этих, которые топят. Вот поэтому они нас спасали. Землетрясения в Армении и произошедшие двумя годами ранее Чернобыльская катастрофа стали грозными предупреждениями, которые не были поняты до конца. Мы начинаем нашу работу с чувством глубокого понимания своей ответственности перед партией и советским народом. В начале 90-х годов в России вновь начались тяжелые времена. Словно после войны в магазинах невозможно было купить самые необходимые продукты. Но обещанный аналитиками голод так и не наступил. Именно тогда тушенка из Госрезерва поступила в свободную продажу. И стала на долгие годы эталоном качества. До сих пор многие хозяйки вспоминают серенькие банки с тушенкой изумительного вкуса. Но такая ситуация не могла продолжаться вечно. 8 июля 1994 года вышел указ о существенном сокращении мобилизационных мощностей и Государственного резерва, согласно которому все оставшиеся запасы подлежали распродажам. Указ получил порядковый номер 1483. Благо, что запасы государственных резервов все-таки не были распроданы. Решающую роль сыграл человеческий фактор. В то непростое время, когда на Запад тоннами отправлялись порезанные медные кабели и мартеновские печи, в системе Госрезерва не было зарегистрировано ни одного случая хищения или воровства. Я считал и считаю, что государственные резервы для нормального государства они необходимы. Никто никогда в стране не застрахован. Нет стихийных бедствий, ни каких-то других техногенных каких-то катастроф. Так было, так будет. Страна огромнейшая. И поэтому оставаться без резервов и не дать ничего там, где произошла беда, это преступление. Преступление, значит, пока существует государство, пока существует Россия, резервы должны быть. Должны. И тот, кто говорит обратное, или он не понимает, или он большой подлец. В новейшей истории России государственные резервы, как и прежде, заняли достойное место в обеспечении безопасности страны. Накопленные запасы являются решающим фактором в преодолении последствий стихийных бедствий. Неурожаев, техногенных катастроф, являются мощным средством экономической обороны России. Представьте себе, что завтра, упаси Господь, в России либо засуха, либо сильный мороз. И нет ни пшеницы, ни скота, ничего. Ну и что тут ядерное нам поможет? 2 сентября 2004 года войска Национальной гвардии США получили приказ стрелять на поражение по мародерам и грабителям. Тайфун Катрина, затопивший город Новый Орлеан, фактически поставил население перед угрозой гражданской войны. Более миллиона человек самой богатой страны мира оказались без крова и средств к существованию. Конгресс перечислял миллиарды долларов на счета, а пострадавшие тем временем жили в российских палатках из Государственного резерва и укрывались российскими одеялами. Преимущества реальной помощи были очевидны. Вода, палатки, хлеб, тушенка, вакцины и крыша над головой оказались безусловными единицами помощи. В то время, как условные единицы денежные знаки, возможно, до сих пор гуляют по банковским счетам. Согласно данным ООН, человечество в скором будущем ожидает серьезные проблемы. Уже сейчас потребляется на 20% больше природных ресурсов, чем в состоянии произвести Земля. И каждые 5 минут один человек умирает от голода. Хотя считается, что Россия самая богатая полезными ископаемыми страна в мире, в последнее время уже испытывается серьезный дефицит в хроме, марганце и еще десятки наименований стратегических материалов, необходимых для нашей обороны. Но можно быть уверенным, что все эти запасы есть в государственных резервах. и они будут использованы, когда наступит час икс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова